В пятницу весь день по всей Украине было несколько воздушных тревог. На передовой тревогу не объявляют, она и так там живет. А когда сирены воют в глубоком тылу, значит Московия решила добавить очередной эпизод к своим военным преступлениям и опять воюет с мирным населением. Они пока не представляют, что однажды придется ответить за все, что натворили. По-настоящему их к ответу не призвали. И пока только легкие штрихи того, что их ждет, отмечаются в нескольких местах Брянской, Курской, Ростовской и Белгородской областей, а также в Долбаном Шебекино. Но карма тетя суровая, к тому же она имеет очень своеобразное чувство юмора. И уже понятно, что в этот раз лапти получат за Финляндию, Балтию, Румынию, ГДР, Венгрию, Чехословакию, Афганистан, Азербайджан, Чечню, Грузию, Польшу, Сирию, Украину. Может, что-то пропустил? Значит, и за это. Кстати, за разодранную, разграбленную, изнасилованную Восточную Европу тоже придет спасибо. Им кажется, что такой силы нет. Но вот обнаружили, что ошибались. Украина только открывает дверь для этого наказания, хоть и делает это с носка боевого берца. Так, пока орки забрасывали города ракетами и шахедами, наши военные делали смерть оккупантам на поле боя. Рашисты могли бы устроить какое-то представление на Красной площади, потому что сегодня выходной день. Плюс есть отличный повод провести нечто красочное с газмановым верхом на Лаврове. Вчера по сводкам Генштаба был поставлен рекорд войны. Утилизировано 1140 урочьих тушек. Если данные перевести в статистику, привычную для мясокомбината, то это почти 100 тонн веса. Так что, когда речь идет о промышленных масштабах утилизации, то это недалеко от реалий. Сопоставимо с огромная тара овец или чуть меньшего стада более крупного, но одинаково рогатого скота. Но у них потерь нет, и там расскажут об успешном наступлении. Кстати, мы не раз отмечали, что спорить бесполезно, хотя бы потому, что в одни и те же слова вкладывается разный смысл. И не то, как это понимают остальные. В частности, может кардинально отличаться представление об успехах наступления. Для них это может быть и достижение, но глядя на кадры по ссылке под этим роликом, такое определение вообще неуместно. Как можно не отметить такое достижение? В таком темпе рашисты потеряют 6000 голов за 5 рабочих дней, а ведь это общие потери за две чеченские войны, которые продолжались почти 10 лет. Более того, за две недели 15 тысяч личного состава, что сопоставимо с 10 годами Афганской войны. А если считать убитых в Сирийской войне, то это количество ВСУ набивает буквально за несколько часов. Так что праздник можно проводить прямо сейчас. Уздечка у Лаврова, Саксаул у Газманова, публике такое нравится. Кто-то пересчитает потери в «Жигули», а кто-то в шубы. Можно на мешке овощей и вязанке дров. Тем более, с другой стороны, давно идет концерт Кобзона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok